Как истинный телевизионщик Яна предпочитает все фиксировать. Получившееся фото будет с чем сравнить уже этой осенью. Скоро здесь откроется большой съемочный павильон медиапарка Южный регион ДГТУ. С устройством этой образовательно-производственной площадки телеведущая познакомилась на студенческом ТЭФе. Сегодня она отмечает, подобная кузница кадров для современных медиа нужна давно. Директор молодежного телеканала заинтересована в сотрудничестве и не исключает появление ростовских программ на российском МТВ. Основное здесь уже есть. Здесь есть вот эти вот мультимедийные платформы, умения, люди, которые могут работать с контентом разного сорта, потому что речь не идет только о телевидении и о конкретно телевизионном продукте. И кроме того, здесь есть молодежь, здесь есть ДГТУ, здесь есть реалии вот этого большого такого вот университетского конгломерата. Да, просто много-много молодых лиц и жизнерадостных глаз. Что еще нужно-то мне, как руководителю молодежного канала? Да я счастлива. Молодые лица – это не только факультет медиакоммуникации и мультимедийных технологий. Студенты уже давно стали частью команды редакции «Ростов Лайф». В составе медиапарка три года работает детская школа ТЭФе. Юным телевизионщикам Яна Чурикова говорит честно. Сегодня спрос на универсальных специалистов. Традиционные медиа, они, если хотят выжить, они должны понимать сразу, что их контент должен достигать зрителя разными путями. И при этом, если я не смотрю телик, а я, например, просто с утра его не включаю, то я, например, открываю ленту, как и все вы здесь сидящие. Нужно уметь монтировать, нужно уметь работать со звуком, нужно также иметь какие-то продюсерские, режиссерские качества. То есть все это должно быть вместе в одном человеке, и только тогда он может прийти к успеху и стать востребованным. Отвечая на вопрос, как стать востребованным, Чурикова развивает миф о столице. Говорит, сегодня ехать за образованием в Москву совсем не обязательно. Ростов тому отличный пример. Я со стороны, скажем, тех, кто делает телевидение, не могу не отметить медиапарк как перспективную площадку, как школу медийщиков нового поколения. Конечно же, я здесь, потому что мне интересно понимать, как это в результате будет организовано. В теории я представляю, как сегодня нужно обучать медиа. Но на практике это мало где реализовано, потому что так получается исторически, что вот эти новые медийные реалии, они очень сильно изменили существующую систему образования в журналистике и в медиа. Приоткрывая завесу тайны, телеведущая пообещала скоро вернуться на празднование 85-летия ДГТУ. Терпи – это круто! Наталья Бешкарева, Игорь Коровтенко, Алексей Бабичев, Южный регион.Инфо.